В первую очередь мы будем преподавать детишкам технику дефиле, то есть это шаг, походка, умение преподнести себя, умение держать красивую осанку, не бояться сцены, не бояться людей, зрителей. И мы, конечно же, будем обучать их быть более уверенными в себе. Основные, это, конечно, прикладные, то, что детям нравится, это и лепка, и роспись по стеклу, и по ткани, и по дереву, и то, что они смогут подарить потом, и сами тоже, увидев это, всегда они довольны, в восторге, не успевают даже выставить, они уже бегают, радостно хвастают своим родителям. Прямо рядом с тобой сижу, и прям весь поражен твоим очарованием. Скажи, пожалуйста, от кого у тебя такие красивые ямочки на щечках? От мамы. От мамы. Уважаемые телезрители, я хочу вам представить, это самый младший племянник Энрики Игрессиаса. Посмотрите на его глаза. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Камай. Как? Камай. Камай? Нет. А как, что-то я не могу понять. Я как Дед Мороз, по-моему, оглох. Ну-ка, как? Камай. А, все, теперь понял. Привет, Камаль. Что, другом будем? Вся блестит, вся переливается. Вот, знаете, если есть звездочки экрана, это прямо затмевает всех блеском. Ну, конечно же, расскажи нам. Расскажи нам, давай с тобой познакомимся, как тебя зовут, в каком классе учишься, чем занимаешься? Меня зовут Александр Софиулина. Угу. Я учусь в четвертом А-классе. Угу. Я как бы занимаюсь в художественной школе. Угу. Я хожу на танцы. Угу. Я хожу в бассейн. Угу. Ну, и все. Ну, столько перечислений, я думаю, этого уже вполне достаточно для того, чтобы стать настоящей звездочкой экрана. Слушайте, так красиво, очаровательно улыбаешься, что просто невозможно тебе не улыбнуться в ответ. Скажи, пожалуйста, ты смотришь телепроекты какие-то на нашем телевидении? Ммм, сегодня только. Сегодня только? А вообще телевизор смотришь? Да. А что тебе больше всего нравится смотреть по телевизору? Ммм, много чего. Ну, например? Винкс. Это что такое? Мультик такой. Мультик такой? Да. Это про кого там? Про феи. Про детей? Про феи. А, про феи? Маленькие феи? Да. Ммм, интересно как. Привет. Привет. Ну, молодец. Вот так и надо. А то прям сидишь, как будто пришел, я не знаю, с чужого огорода сорвал яблоки и тебя поймал сторож. Да? Так? Нет? Нет. Нет? Ну, молодец. Клево. Перед вами, уважаемые телезрители, участница прошлого проекта «Звездочки экрана», которая здесь у нас будет телеведущей. Давайте зададим ей вопрос, как она отнеслась вот к тому, что будет телевизионный ведущий здесь у нас на проекте и помогать нам вести такой крутой большой проект, как «Звездочки экрана». Расскажи нам, пожалуйста. Да, правда, я выпускница прошлого сезона «Звездочки экрана», меня заметили, и в этом году я уже буду вести этот проект. А в следующем году я собираюсь в Москву стать соведущей Яны Рудковской в детской десятке на Муз-ТВ. Слушай, ну это вообще круто. Это невероятные такие, знаешь, желания. Мы, конечно же, всем нашим телеканалам желаем, чтобы у тебя твои мечты, твои желания сбылись. Спасибо тебе огромное. Будем рады тебя видеть. Расскажи нам, пожалуйста, как тебя зовут? И куда ты ходишь? В садик или в какую-то подготовительную группу? Как тебя зовут? София. София? Ой, какое у тебя клювое имя. Я узнаю, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в споре каждый голосок, клетка, небо глубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Это родина моя. А теперь, подожди, а теперь вот так, сделай руку. Голосуйте за меня. Голосуйте за меня. Правильно? Молодец, супер, держи. Держи, давай, вот так, круто. Скажи, пожалуйста, кто тебе подбирает лук? Кто заботится о том, чтобы ты вот так вот потрясающе выглядела? Или была такая красивая, вся такая в украшениях, знаешь. Я первый раз вижу вот у девочки столько прям, знаешь, сережек, столько вот проходит. Просто невероятно. Расскажи нам немножко. Ну, конечно же, мне сестра помогает, моя родная. Вообще, как бы, ну, я иногда и сама могу. Слушай, скажи нам, пожалуйста, а ты сказки читаешь? Да. А какая сказка твоя любимая? Наверняка Рап... Все. Все? Интересно, можешь нам рассказать какую-нибудь вкратце? Свою самую любимую? Посадил дед Репкош. Нет? Такую не читаешь? Читала. Читала? Ну, ладно, отлично. Скажи, пожалуйста, а ты читала сказку про Рапунцель? Нет. У ней были такие же длинные-длинные волосы, как у тебя. Но мультик видела. А, мультик видела? Клево, отлично. Уфимский аквапарк активно поддерживает такие интересные проекты, как звездочки экрана. И мы рады участвовать в качестве партнера в таком интересном телепроекте, как звездочки экрана. Надеемся, что юным звездочкам у нас очень понравится. У нас в аквапарке звездочки экрана покатаются на всех аттракционах, повеселятся. А также научатся правилам поведения на воде, так как это тоже очень важно для детей. Поучаствуют в интересных анализах и лабораторных исследованиях проб воды. А также ждет еще очень много-много интересного. Расскажи нам, пожалуйста, чем ты занимаешься? Какие у тебя есть таланты? Рисование, спорт. Спорт? Ты у нас спортсменка? Я даже, наверное, боюсь спросить. Наверняка, Алисян у Чашева растет, да? Какой видом спорта ты занимаешься? Бегом и прыгом. Бегом и прыгом, друзья мои. Опять пять, что ли? Давай еще раз, держи пять. Молодец. Слушай, сколько раз отжимаешься? А? Отжимаешься сколько раз от пола? Тоже пять? Да. Молодец. Держи пять. Держи пять. Тогда всю ночь мы будем сейчас сидеть с ним, набивать друг другу пять. Потому что вот такой парень. Скажи, пожалуйста, с какими мыслями ты пришла на проект «Звездочки экрана»? Чтобы как бы узнать больше, чтобы потом как бы одеваться красиво, стать телеведущей. Угу. У тебя есть такая мечта? Да. Ну, какая телевизионная ведущая тебе больше всего нравится на нашем телевидении? Саша. Которая в Москву поедет. Ммм, правда? У тебя уже есть поклонники на телевидении с телеканала «М-Телевизион»? Да. Ну, это на самом деле клево, когда дети, глядя телеканал «М-Телевизион», ставят себе в пример наших телевизионных ведущих. Вот так, уважаемые телезрители, смотрите телеканал «М-Телевизион» и всегда оставайтесь с нами. Мы делаем вашу жизнь ярче. Скажи, пожалуйста, кто забудется о твоей красоте, твоих волос? Мама. Мама? Что она делает? Давай нам расскажи. Расчесывает, моет. Расчесывает и моет, да? И заплетает. И заплетает. А ты что делаешь? Поехал. Ты сидишь, спишь? Нет. Нет? А что делаешь? Ну, расскажи нам. Я сижу, жду, пока мама заплетет. А, ты как будто приходишь в парикмахерскую и говоришь, заплетите мне, пожалуйста, косу. И сидишь, да? Да. Расскажи нам, пожалуйста, немножечко о себе. Как тебя зовут, сколько тебе лет? Мне 5 лет, потом у Боингоя, потом я отмечал. Вот. А как тебя зовут? Аксинюк Ян. Это кто такой красивый имя тебе дал? Моя мама. Мама? Угу. Ой, слушай, какая у тебя мама, молодец. Первый вопрос, который возникает к нашему, просто самому красивому партнеру, это, да, собственно говоря, поинтересоваться, но чтобы вы поделились немножко эмоциями об участии в проекте «Звездочки экрана». Все-таки вы постоянно наш партнер, расскажите нам немножечко. Ну что же, можно сказать о проекте, который зажигает настоящие звезды, который помогает нашим детям стать не только лучше, не только красивее, но успешнее, а главное, получить свою минуту славы на таком замечательном, я бы сказала, самом крутом телеканале нашего города. Конечно, участие в этом проекте всегда очень здорово, это очень престижно, это очень интересно, очень увлекательно и, конечно же, очень занимательно. Очень рекомендую всем, кто еще не попробовал себя в этом экране. Уважаемые телезрители, пожалуйста, записывайте, записывайте эти слова, потому что это говорят люди, которые делают, так сказать, революцию моды, революцию фэшн, стиля, так сказать, моды в модельном бизнесе, погоду. Говори, говори, что надумала? Держи 10, молодец! Арслан? Интересно, Арслан, ты к нам на проект с кем пришел? С мамой. С мамой? Скажи, пожалуйста, почему ты стесняешься? Не стесняешься? Молодец, с нами не надо стесняться. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Он теперь не просто мальчик, а теперь новичок. У него на новой курке отложной воротничок. Он проснулся в темной ночи, было только 3 часа. Он ужасно испугался, что урок начался. Расскажи нам, пожалуйста, немножко о себе. Какая твоя любимая самая игра? В чем ты играешь дома? Я всегда играю в мои игрушки Бионико. Роботы такие. В роботов играешь? Да. Интересно. А ты сам любишь, умеешь немножко, как робот, двигаться? Да. Скажи, пожалуйста, кто выбирает тебе твой супер такой, просто клевый наряд? Кто вот тебе выбирает? Ты сама ходишь, выбираешь или мама тебе выбирает? Мама. Мама? А ты не участвуешь? Мама говорит, все, покупаем это. И ты говоришь, все, покупаем, да? Или нет? Или ты говоришь, нет, мама, это некрасиво. Я хочу что-нибудь другое, что-нибудь поярче. Так говоришь? Молодец. Вот, уважаемые телезрители, у наших звездочек экрана с самого маленького возраста уже вот такой вот вкус развивается, когда маме говорят, нет, это не надо, покупаем что-нибудь поярче. Давай с тобой вместе с тобой посигналим. Давай, вот, вот, кнопка. Давай, ставь сюда руку. Давай. Нажимай. Нажимай сюда. Пи-и-и. Ты заметил сигнал? Молодец. Он оделся в две минуты, застал, асфатил дренал, папа просил, когда гонг, по двери его догнал. За стеной соседи стали, электричество зажгли. За стеной соседи стали, а потом опять легли. Разбудил он всю квартиру, до утра заснуть не мог. Даже бабушка приснила, что она твердит о рук. Даже дедушке приснила, что стоит он на доске и не может он на карте отыскать морской реки. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Привет. Привет. Ты разговариваешь не как робот. Потому что я сломан. Кто же тебя сломал? Наверное, Агейт Укран. Да. Да? Да. Интересно. Чем мы будем с тобой Сегодня заниматься Не знаю Не знаешь? Ты опять начал говорить Как живой человек Пять на пять, хорошо? Дай пять лет Молодец Мы желаем тебе удачи на нашем проекте Тебе сейчас сколько лет? Семь лет? Молодец Желаем тебе удачи на нашем проекте Чтобы ты обязательно победила Хорошо? Все, огромное тебе спасибо Давай ждем тебя на нашем проекте На проект «Звездочки экрана» я пожаловала для того, чтобы показать и обучить детей Как правильно подбирать себе обувь Также, естественно, их родителей тоже обучить Чтобы они выглядят себя красивыми, нарядными Ой, извините, уважаемые друзья Я, честное слово, прошу прощения Я сначала подумал, что это наша еще одна участница проекта «Звездочки экрана» Вы так прекрасно, очаровательно выглядите, честное слово Вокальная школа при театре-студии «Айдар» Школа танцев «Е-дэнс» Детская студия «Солнечный дом» Художник Раушанья Бадридинова Модельное агентство «Премьера» Образовательный центр «ЕС» Психолог Ольга Аверина Детская обувь «Божья коровка» Раушанья Бадридинова «Божья коровка»